Приветствую вас из страны Улыбок. Меня зовут Алина. Я руководитель интернет-проекта «Лучшая из Таиланда». Последних 10 лет я прожила в Таиланде и большую часть времени проживания здесь я посвятила изучению тайскому массажу, тайской медицине и тайских бальзамов. Изначально я приехала в Таиланд с серьезными проблемами с позвоночником. А спустя 5 лет жизни в Таиланде, когда я сделала МРТ, врачи увидели, что все мои протрузии межпозвоночных дисков чудесным образом куда-то делись, и осталась одна небольшая протрузия в шее, а было предгрыжевое состояние. Конечно, нельзя сказать, что только тайские бальзамы помогли мне восстановиться, потому что я и регулярно делала массаж, занималась йогой, делала физические упражнения, я пила очень много разных тайских лечебных трав, но при этом я также использовала тайские лечебные бальзамы. И чтобы найти для себя самые эффективные бальзамы, я достаточно хорошо изучила эту тему и рынок тайских бальзамов в Таиланде. И в этом видео я хочу развенчать самые популярные мифы, которые существуют о тайских бальзамах. Миф номер один – то, что все тайские бальзамы примерно одинаковые, и то, что на самом деле они стоят очень дешево. Просто некоторые компании очень жадные, поэтому они ставят, поэтому они продают те же самые бальзамы, что и везде, только по очень высокой цене. Отчасти это правда, и отчасти это неправда. Да, конечно, здесь есть турктические компании, которые открыли специальные магазины для туристов, которые платят много денег за аренду, потому что их магазин находится в проходимом месте. Также они вынуждены платить очень много денег за оформление русских консультантов, которые стоят немало. Или же им приходится ежемесячно платить мзду полиции за то, чтобы те люди, которые у них работают нелегально, не были посажены. Или же также они часто присылают бесплатный транспорт. То есть эти все деньги, эти все расходы надо покрывать. И, конечно, они будут продавать с более высокой наценкой, чем в обычной тайской аптеке. Но покупая у них, вы можете получить подробную консультацию на русском языке. В то время, когда вы заходите в тайские аптеки, аптекари многие говорят уже на английском языке, некоторые даже говорят на русском, но все равно они на столько хорошем уровне, как в этих аптеках. Это можно сказать, покупая тайские бальзамы в тех аптеках, вы переплачиваете за сервис. За сервис и за консультации, которые вы получаете. Но если уйти из туристического Таиланда и попасть в настоящий Таиланд, там тоже бальзамы не стоят одинаково. Самые дешевые бальзамы, это бальзамы, которые сделаны из самых простых ингредиентов. У них несложный состав, чаще всего в основу входит вазелин, бывает, что туда также входят красители для придания цвета. И несколько там основных корешков типа имбиря, камфора и ментола. Но тайские бальзамы с более сложными составами, они не могут стоить дешево, потому что ингредиенты для этих бальзамов стоят дорого. Часто такие бальзамы входят в натуральный пчелиный воск, в состав может входить разные редкие лекарственные травы, которые сложно вырасти, сложно добыть. Также это могут быть бальзамы с редкими ингредиентами, такими как вытяжка из кости тигра, вытяжка из кости серны, жир бетона, жир крокодила или яд кобры. Эти бальзамы, они не могут стоить дешево. Но, но, в туристической части Паттайи вы можете найти бальзам кобра, крокодил, тигр, где на этикетке нарисованы эти животные, которые продаются за 15-20 бат. И на русском языке там написано, что в состав входит змеиный яд, жир крокодила, еще что-то в этом духе, яд скорпиона. Но, если переводить состав с тайского языка, там этих компонентов в составе нет. Есть просто картинка на этикетке. И действие этих бальзамов не сильно отличается от обычных тайских бальзамов, которые не содержат волшебных чудо-ингредиентов. Ежегодно я посещаю выставку тайско-традиционной медицины, чтобы быть в курсе событий, что происходит на тайском рынке. И на одной из таких выставок я нашла производителя очень интересного бальзама, который делает несколько видов тайского бальзама. Один из этих бальзамов у нас есть в ассортименте, но некоторые бальзамы мы не можем добавить, потому что в состав этого бальзама входит вещество, которое запрещено в продаже в Таиланде. Это бальзам на основе вытяжки из кости тигра. То есть наши клиенты знают эту улыбающуюся дяечку, продаем этот бальзам. У нас есть бальзам тигровый, который содержит в себе экстракт из тигровой травы, как она называется. Также у этого мужчины есть тигровый бальзам с вытяжкой из кости тигра. У него на крышечке вот так вот нарисован тигр. Нигде, конечно же, не написано то, что в состав входит вытяжка из кости тигра. Этот бальзам стоит в Таиланде для тайцев в рознице 500 бат за такую баночку, то есть 1000 рублей. И я покупаю этот бальзам для своего свекра. У него была грыжа, ему сделали операцию, но это не помогло. У него продолжаются боли в спине и боли в позвоночнике, и только этот бальзам ему помогает. Вот этот бальзам я покупаю для своего свекра. Бальзамы со змеиным ядом, с жиром питона вы можете купить непосредственно на змеиной ферме. Так, в свободной продаже очень тяжело найти такие настоящие бальзамы с этими ингредиентами. Исключение, сейчас на рынке Таиланда появилось Snake Oil. Это масло из жира змеи, которое очень похоже по свойствам с жиром эму. Ускоряет регенерацию, восстановление. Но я пробовала, мне, честно говоря, я не получила вау-эффекта. Он не такой крутой, как его везде описывают, поэтому этого тоже нет в нашем ассортиме. Момент с бальзамами, на котором написано, что он из крокодила, и нарисован крокодильчик на изображении. Есть, так же, как в состав вот этого бальзама без тигра на крышечке входит тигровая трава, и поэтому он называется тигровым бальзамом. Здесь также есть травы, которые называются, например, алоэ вера. На тайском он звучит как крокодильный хвост, потому что он похож по форме на хвост крокодила. И на бальзамах, которые входят в состав алоэ вера, тайцы могут нарисовать крокодила. Написают, что в состав входит крокодильный хвост. Трава, да, так называется. Но из-за сложности перевода в итоге на русский переводят, что в бальзам входит жир крокодила. Или же сленпампон или клинокантус нутас переводится, тоже у него одно из названий этой травы на тайском, это змеяная трава. То есть также вы можете увидеть на картинке змею, и в составе будет клинокантус нутас, и будет написано, что в составе змеяная трава. И этот бальзам уже будет называться змеиным бальзамом. Это есть такое. Просто поймите, яд кобры, жир питона, даже яд скорпиона, это не дешевые ингредиенты. Их сложно добывать, этих животных надо содержать, да. То есть это все стоит ни копейки. Такой бальзам не может, стоит 15-20 бат на развалах. Еще один момент про бальзамы, которые продаются на туристических развалах, на всяких таких рыночках. Не покупайте бальзамы, если они лежат на солнце, потому что прямые солнечные лучи, они очень быстро приводят бальзам в негодность. И дома тоже. Постарайтесь хранить свои тайские бальзамы в темном закрытом помещении, чтобы не было прямого попадания постоянного солнечных лучей. Это очень негативное действовательное свойство бальзама. Еще один миф про тайские бальзамы, то, что основное отличие тайских бальзамов, это по цветам. То есть во многих местах можно найти, где есть классификация, что вот красный бальзам, он разогревающий, зеленый бальзам, он охлаждающий, желтый бальзам, он нейтральный, и белый бальзам, он для детей там, допустим, да. Правда же заключается в том, что у каждого травника, который делает свои бальзамы, у каждого производителя, у них свой уникальный состав, и они часто держат его в секрете, и даже на этикетке вы можете увидеть только несколько основных трав, и дальше слово and others. Что входит в эти others, они чаще всего не указывают, и получить эти ингредиенты практически невозможно. Они могут предоставить полный список ингредиентов только при сертификации в комиссию GMP, чтобы показать, что входит в состав этих бальзамов. Только так. И то мы пытались сертифицировать один из видов бальзамов, и мы выступали как агентом, и компания в последний момент отказалась предоставлять нам список этих ингредиентов. Что вы понимаете, нам, чтобы получить международный сертификат, что вот у вас есть тайский, это хорошо, давайте сделаем международный. Но чтобы получить эти международные сертификаты, нам нужен полный список. Они говорят, вы знаете, вот напрямую мы сделаем. А через вас мы не хотим вам передавать рецепт своего бальзама, вдруг вы его украдете и сделаете поделку. Белый тайский бальзам. Его можно встретить с эфирным маслом лемонграсса. Вот здесь у меня как раз-таки в руках тайский белый бальзам с эфирным маслом лемонграсса. Также бывает этот бальзам с эфирным маслом лотоса. И также на тайском рынке можно встретить белый бальзам с вытяжкой из косточки лонгана. Кто-то тут и говорит, что белый бальзам это самый мягкий. Да, с лемонграссом достаточно мягкий бальзам. Он меньше всего дает каких-то таких ощущений, типа холода, жжения и так далее. Но здесь тоже все зависит от производителя. У нас есть в ассортименте бальзам с эфирным маслом лотоса. Вот он гораздо более сильный по действию, чем некоторые желтые и зеленые тайские бальзамы. Дальше по классической классификации считается, что более действенный это желтый бальзам. У меня в руках желтый имбирный бальзам. Он вот так вот выигрывает, очень приятно пахнет. Желтые бальзамы делаются чаще всего или на основе имбиря, или на основе куркумы. Как раз-таки эти корешочки, они и придают вот такой красивый желтый цвет бальзаму. Но опять-таки, есть очень много разновидностей имбиря. И некоторые компании используют разные сорта. И уже в зависимости от процентного соотношения сырья, от качества сырья, от сорта имбиря, который использует производитель, зависит и цвет, и запах, и действие тайского бальзама. К желтым бальзамам также относятся тигровый бальзам. Но он содержит в составе 35 трав, и он практически не жжет. То есть он очень мягкий по ощущению, по восприятию, но при этом достаточно сильный и мощный по действию. Год назад я с помощью этого бальзама смогла восстановить раздробленную кость в пальце. Мне предлагали ее ампутировать, я отказалась. У меня палец какое-то время буквально жил в этом бальзаме. И через месяц, когда сделали повторный рентген, сказали, что ампутация уже не нужна. И продолжайте делать то, что вы делали, и у вас хорошо получается. Следующий бальзам, это более обширная категория, это зеленые бальзамы. Следующий вид, это зеленый тайский бальзам. И здесь уже гораздо больше вариаций, потому что зеленый цвет может давать любая трава. Вот этот вот данный бальзам, это на основе барлерии волчхей. Этот бальзам очень хорошо помогает при ревоматойном артрите, при укусах насекомых и при воспалительных заболеваниях суставов. Он обладает таким ядреным, холодящим эффектом. Чаще всего зеленые бальзамы в Таиланде делаются на основе клинокантус нутуса. Эта трава, она обладает в основном бактерицидным эффектом. Есть в Таиланде такой же еще крем, паэйор называется, который содержит как раз вытяжку этой травы, клинокантус нутус. И этот бальзам очень эффективен при герпесе, то есть смазывая герпетические высыпания на губах, они очень быстро проходят. И самая распространенная как раз-таки зеленая, вариация зеленого бальзама, это бальзам с клинокантусом нутусом. Также можно встретить, вот у нас в ассортименте есть зеленые бальзамы на основе маринги, которые обладают дополнительным противогрибковым эффектом и очень приятным запахом. Есть также зеленые бальзамы на основе фаталайджона. Также в Таиланде есть бальзам, который делается на основе травки янанг. Он такой тоже относится к зеленому, но он такой имеет более светлый зеленый цвет. Некоторые производители делают лемонграссовый бальзам тоже зеленого цвета. И уже свойства этого бальзама зависят от того, какой ингредиент находится внутри, а никак не от цвета бальзама. Дальше по линейке идет, считается более сильным, это красный тайский бальзам. Вот этот вот бальзам, он делается на основе красного имбиря. Я уже говорила, что у имбиря есть разные сорта, и вот из красного сорта имбиря делается красный бальзам компании Сабайбал. Вот он тоже, у него такой насыщенный цвет. Часто в красные бальзамы также входит красный перец жгучий. И у многих компаниях красные бальзамы обладают выраженным согревающим эффектом. Но красный бальзам от Сабайбал он сначала дает прохладу, а потом легкое тепло. То есть он не дает прям такого сильного согревающего эффекта, но он тоже очень эффективен в действии. Это один из лидеров наших продаж. И самый сильный, самый ядреный, это черный бальзам. Вот у меня в руках бальзам, в рецепт которого входит 108 трав. И здесь я узнала основные ингредиенты у производителя. Это корень черного галангала, это гуалантерия. Это, я вот не помню, как этих два цветочка называются. Вот этот цветочек у меня даже растет в саду. И вот этот второй вот тоже цветочек я из головы названия вылетела. Но вот этот вот бальзам, он реально, он самый эффективный из всех. Но он обладает очень интересным свойством. Для одних людей он просто ненансимо жгуч, а другие люди его практически не ощущают. И причем один и тот же самый человек в разные периоды жизни может по-разному его ощущать. Я вообще гиберчувствительная. И если даже я чуть-чуть наношу этого бальзама на руку, у меня тоже идет такое покраснение. Но если я эту руку сначала ударю, а потом я на травму наношу этот бальзам, покраснение, сильного изжения, как на обычную кожу, не возникает. Также у меня был момент, когда я нанесла этот бальзам, я не сильно, слегка ударилась, нанесла этот бальзам, и я не почувствовала вообще ничего. И это была новая партия, я всполошилась, думаю, как это так, неужели нам производитель прислал бракованную партию, что я его не ощущаю. И я, умная же девушка, взяла на губы и нанесла. Когда я нанесла на губы, я поняла, что бальзам действительно эффективен, а потом я узнала, что я беременна. То есть при беременности у меня изменился гормональный фон, и я уже начала по-другому реагировать на этот бальзам. После родов у меня опять вернулась чувствительность, и я снова этот бальзам, на него реагирую очень-очень сильно. И многие делают ошибку, если бальзам начинает сжечь, они пытаются его смыть водой. Это самая большая ошибка, это самое плохое, что вообще можно сделать. Если попадает вода, он начинает сжечь в 2-3 раза еще сильнее. Поэтому если вы чувствуете невыносимое сжение этого бальзама, и хотите его снять, то лучше, конечно, взять, сначала промокнуть бумажной салфеткой, потом смазать нейтральным маслом, можно использовать кокосовое или любое другое растительное масло, смазать маслом, промокнуть опять чистой салфеткой, сделать так несколько раз, и потом нанести гель алоэ вера. Это успокоит сжение и раздражение кожи, если у вас пошла такая дикая реакция на этот бальзам. Но черные бальзамы на тайском рынке можно увидеть у других производителей. Есть черный бальзам на основе черного кунжута, есть черный бальзам на основе яда скорпиона, якобы, да. Есть другие вариации черных бальзамов, и далеко не все они настолько эффективны, как бальзам 108 трав по рецепту доктора Мо Синг. Достаточно отзывов, также и среди наших сотрудников есть результаты, когда на черном тайском бальзаме у людей, парализованных после инсульта, начинали двигаться руки, ноги, возвращалась полностью чувствительность и подвижность той части тела, которая перестала двигаться. Еще один миф, который бы я хотела развеять, то, что тайские бальзамы это панацея, и они всем помогают. Нет, нет и нет. Тайские бальзамы это не панацея, и они подходят далеко не всем. У кого-то может быть непереносимость компонентов, у кого-то может быть другая проблема, да, и тот бальзам, который вы выбрали, он может не помочь, может вам надо подобрать другой вид бальзама. И так как тайские бальзамы это очень индивидуальная вещь, которую стоит подбирать методом тыка, мы договорились с производителем о том, чтобы специально для нас выпустили тестеры тайских бальзамов. И сейчас у нас на сайте появился отдел миниатюры. Все бальзамы, о которых я сейчас рассказывала, вы можете приобрести в маленькой фасовке, протестировать, выбрать тот бальзам, который для вас самый эффективный, и уже заказывать его в более большой упаковке. А если использовать тайский бальзам, плюс дополнительно массаж, результат он приходит быстрее, и он становится более ярче. Это причина, по которой некоторые массажисты очень любят наши бальзамы. У нас есть постоянные актовые клиенты из Эстонии, из Литвы, у нас есть клиенты из России, из Украины, из Израиля, которые заказывают наши тайские бальзамы для работы с клиентами. Потому что одно из их отличительных особенностей, их массажа, то, что при своем массаже они используют лечебные тайские бальзамы. И их клиенты получают более яркие результаты, они возвращаются и приводят с собой друзей. Даже если вы не являетесь массажистом, тайские бальзамы станут для вас любимой палочкой-веручалочкой и мини-аптечкой, которая поместится в любую сумочку. Ну и, конечно же, если у вас серьезная проблема со здоровьем, один тайский бальзам вопрос не решит. Но он значительно улучшит самочувствие и ускорит восстановление при основном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата.